Приветствую! Начиная с середины сентября, когда ДПСУ окончательно запретила выезд студентам, на вопрос «что же делать?» я всем отвечал одно и то же. Обращайтесь с иском в суд. К сожалению, большинство людей не доверяет судебной системе. К сожалению, большинство людей не верят в то, что Украина является правовым государством, в котором можно через суд защитить свои права. Друзья, что вам хочу сказать тем людям, у которых именно такая позиция. Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Если вы не обратитесь в суд, вы действительно не сможете в Украине отстоять свои права. Но что же бывает в том случае, если человек имеет другую позицию, если человек готов отстаивать свои права и обращается с иском в суд? Какой результат он может получить даже в современных условиях? Об этом и пойдет речь в данном видео. Ну а перед этим я хочу вам порекомендовать харьковский инфочат, который имеет название «Инфочат Харьков». Его преимуществом является серьезная модерация. Как результат, в нем есть только полезная информация для горожан и гостей города. Харьковский инфочат. Ссылочка на этот чат есть в описании к видео. А теперь непосредственно к вопросу. К вопросу выезда студентов и к вопросу защиты их прав в суде. Харьковский окружной административный суд 13 октября 2022 года принял решение, которым признал отказ в пересечении границы таким, который не соответствует закону. Человек получил стандартный отказ. Стандартный отказ, который получали все студенты. В котором было написано, что он не предоставил все документы, которые он должен был предоставить. Харьковские юристы обратились с иском в суд, представляя интересы этого человека. И в котором свою позицию построили на том, о чем мы с вами уже неоднократно говорили. На сегодняшний день есть только один закон, который содержит перечень случаев, в которых человек, гражданин Украины, не имеет права выехать из Украины. И это закон о порядке въезда в Украину и порядке выезда из Украины граждан Украины. Где в 6 статье прямо предусмотрен перечень случаев, когда человеку могут отказать в пересечении границы. Это связано с государственной тайной, связано, например, с задолженностью по алиментам, связано с людьми, которые, например, в отношении которых выбран запобежный захид в рамках уголовного производства. Да, вот эти люди не могут выехать из Украины. Но там ничего не сказано о том, что во время военного положения граждане Украины не имеют права на выезд из Украины. И что самое интересное, то, во что никто не верил, что в суде можно защитить свои права, так вот, друзья, внимательно читаем это решение суда. Ссылочка на него есть в описании к видео. Если вы не верите мне, вы можете проверить мои слова в этом решении суда. Прочитав это решение, и там написано, что такой отказ, отказ студенту в выезде из Украины на каких-то основаниях, которые не связаны с законом про порядок въезда в Украину и выезда из Украины граждан Украины, является незаконным. И суд, признав такой отказ незаконным, его отменил. Конечно же, у вас возникает вопрос, а что будет дальше? Сможет ли этот студент уже завтра выехать, получив такое решение суда? Конечно же, нет. Конечно же, он еще не сможет выехать. По одной простой причине, потому что дается срок на апелляционное обжалование. И, естественно, погранслужба будет это решение обжаловать. Каким будет решение суда апелляционной инстанции, мы с вами узнаем в будущем. Но уже сегодня мы видим, что то, чего мы боялись, что в условиях военного положения суды будут поддерживать вот эти незаконные отказы и будут поддерживать государство, вот это наше ожидание негативное, оно не оправдалось. И судебная система показывает, что она готова работать в соответствии с принципами верховенства права и принимать решение суда на пользу граждан. Вы задумаетесь, вы задумаетесь о том, насколько крутое это решение, насколько серьезное решение нужно было принять судье, ведь он, по сути, вынося такое решение, пошел, ну в каком-то смысле, против позиций государства. Мы с вами знаем, что уже много месяцев государство считает абсолютно нормальным запрещать выезд мужчин из Украины во время военного положения, а суд и судья признал такое положение вещей незаконным, несоответствующим закону. И здесь, ну что вам сказать, мы должны с громаднейшим уважением отнестись к этому человеку, который показал, что судебная система, она существует в Украине и через судебную систему можно отстаивать свои права. Поэтому, друзья, те из вас, кто ранее сомневался в том, что невозможно выиграть суд, да, что против государства не попрешь. Вот, смотрите это решение суда. Я надеюсь, оно несколько разобьет ваши представления об Украине. Вы увидите, что на самом деле, несмотря на все недочеты, Украина является правовым государством. Безусловно, не идеальным. Да, мы не стали идеальным правовым государством на сегодняшний день. Но вот такие решения суда, они показывают, что ты можешь пойти в суд и защитить свои права. Действуйте и удачи вам, друзья. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья, мира и, конечно же, побед в судах. Пока-пока.